кофе давай утром звонил твой адвокат не может дозвониться до тебя почему-то выключил телефон чтобы не ждать что позвонит оси е да я больше не буду пользоваться телефоном он плохо влияет на мозг что нужно было адвокату назначили день слушания она состоится через 15 дней очень хорошо она теперь будет спокойно жить сбросив груз с моих плеч перестань ты не можешь быть таким беспечным по-моему ты притворяешься тебе совсем не интересно где сие что с ней происходит почему ты ее не ищешь она так захотела что я могу изменить к тому же она отправила сообщение на армин что она в порядке что нам еще нужно знаю или я сказал он сходит с ума очень злится оси я не имела права так поступать бедняга очень скучает по сыну ты тоже очень привязался к малышу полюбил мимо он родился у тебя на руках но она по моему даже и не думает показывать его не на части же растерзать мимо тот его отец он имеет право его видеть а я никто правда а сия нужно еще объявиться впрочем ладно не бери в голову у тебя как дела обжилась в офисе да обжилась ребята очень помогли мне особенно ильяс везде подставляли руки головной офис завалил меня работой даже нет времени спокойно вздохнуть хорошо но я очень обижена на тебя даже не приехал не посмотрел мой офис приеду обещаю обещаю приеду привет подружка здравствуй поздравляю твоя мама пришла сынок мой сладкий как прошел первый рабочий день ты знаешь позвонила твоей начальнице и доложила тете генер тебя устроили на кухню да на кухню хорошо прошел нормально здравствуй сия привет букет добро пожаловать и сия спасибо твой сын сегодня был очень тихим ни звука не издал пожалуйста простите обычно он очень спокойный но у него режется зубик поэтому он так капризничает но я договорилась на фабрике есть если я буду водить его туда так что проблем не будет мимо вырос а теперь пойдет детский сад он стал совсем взрослым я вам очень признательна тете генер большое спасибо а твое лицо говорит об обратном ты недовольна нет я просто немного устала поэтому тогда сказала бы присылайте мою зарплату домой я не могу так уставать и за это скажи спасибо а сия если бы я не нашла тебе эту работу ты бы три месяца скиталась с ребенком на руках а потом нашла бы себе негожую работу и вкалывала бы за три копейки половину бы отдавала за проживание половину за ясли так бы и было но к счастью не случилось большое спасибо ладно я поднимусь наверх с вашего позволения и умоюсь девочки не опаздывайте на ужин в этом доме все вместе садятся за стол и все вместе встают как в настоящей семье это тетя юнер плеш на голове проедает что такое сия случилось что-то плохое шеф-повар залазил в первый же день что я чья то протеже он извел меня за один день я выполнила работу на сто лет вперед почистила тонны помидоров вымыла посуду на триста человек выслушала массу упреков а гюнер отдельная песня она сует нос во все мои дела это не так делается сие это нужно сделать эдак сил не хватает укрывшись от дождя я попала в тайфун знаешь о чем я мечтаю просто прилично кровати и то посмотреть потолок я хочу в один миг сделаться невидимкой дорогая подружка не плачь моя бедняжка все поднимайся собирай вещи едем ко мне будем жить вместе исключено на этот раз нельзя я должна научиться жить одна салиха поначалу всегда тяжело но я справлюсь я должна это сделать я справлюсь обещаю еда остыла остыла сколько вас ждать идем уже идем подержи идем мой ненаглядный омир что значит я не знаю где она где салиха что она делает куда она ходит как ты можешь не знать возможно вы живете раздельно но она как не как твоя жена ильяс я пару раз спросил ее но она тут же отбрила меня у нее заболела тетя она ухаживает за ней к тому же я не могу наседать на нее ты же знаешь о наших отношениях она отвечает это тебя не касается и уходит она знает что я ради оси я добытываюсь друг потерпи немного она же передавала тебе сообщения сказала как придет время ты увидишь сына ну подожди чуток ты сам на несколько месяцев уезжаешь на соревнования будто ты каждый день видел ребенка джем не неси чушь когда я уезжал на соревнования я каждый день видел сына по скайпу а сейчас даже этого не могу тише друг не кипятись я ничего не имел в виду слушай давай я заварю тебе травяной чай он успокоит нервы джем какой травяной чай что за бред дружище мое красавица нижка не хулигань ладно мой маленький договорились ступай он скоро привыкнет я не могу поцелуй еще раз я закрываю ступай уже иди гонку гонка 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 р я мою Что случилось, Ильяс? Что ты тут делаешь? Как твоя тетя? Выздоровела? Да, она в порядке. Мы выписали ее из больницы. Гораздо лучше. Отлично, отлично. Я рад. Это наверняка так. Я поговорил с твоим отцом. Он даже не в курсе, что его сестра болеет. Ильяс, молодец. У папы же больное сердце, будто ты не знаешь. Ты что, издеваешься? Послушай, Селиха. Если ты на самом деле знаешь, где сие, и не говоришь... Да откуда мне знать? И так сил нет. Я умираю от усталости. Сестренка, на кухне никого нет. Звонили сверху. Они просят для начальника термос с кофе. Я чинил вытяжку. Никто не ответил. Я решил взять трубку. Ты, кажется, новенькая. Что случилось? Почему ты плачешь? Узнала плохие новости? Я отнесла сына в ясли. Но он очень плакал. Было так тяжело оставлять его и уходить. Стой, стой, стой. Что ты делаешь? А ну-ка, прочь от машины. Ты ее сломаешь. Создашь мне проблемы. Кофем решила побаловаться? Я не для себя варю кофе. Позвонил начальник, попросил. Тут никого не было, вот я и решила сварить. Не тебе варить для начальника кофе. Воспользовалась ситуацией и начала подлизываться. Но со мной это не пройдет. Уйди отсюда. Прочь. Ты ни на что не годишься. Уйди. Дядя Хикмет, что ты кричишь на девушку? Никого не было, я поднял трубку. Это я попросил ее сварить кофе. Не баклаву же она печет. Браво, госпожа. Только пришла и тут же обзавелась поклонником. Но знай, тут такие вещи не приветствуются. Вытяжка была сломана? Она еще долго будет так стоять. Почему? Нужны детали? Кто знает, когда их привезут? Заки так нельзя. Подожди минутку. Постой, постой. Заки. 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 Вы мне за это ответите. Никто не смеет приходить в мою столовую и самовольничать тут. Ясно вам? Что ты цепляешь меня? Я никому не причиняла зла. Мне нужно зарабатывать деньги. Что ты привязался ко мне? Я делаю все, что ты скажешь. Али, подай ключ. Да, конечно. Брат, что? Тахирогус. Да, это я. Я Берсен Кутлу. Адвокат госпожа Ичи. Здравствуйте. Прошу, присаживайтесь. Ознакомьтесь с документом. А что это? Текст договора. Если вы его подпишете, то вы разведетесь за одно слушание. В обмен на что? Если вы оформите дом, в котором живете, на мою клиентку, мы не представим в суде ваши интимные фотографии с госпожой Сибель. Госпожа Айча не хотела бы, чтобы ее имя было замешано в скандальной истории незамужней девушки и женатого мужчины. Но если вы не подпишете... Проклятая. Вот проклятая. Пусть забирает дом. Иначе я стану убийцей. Где подписать? Вот здесь. Тахир, что ты делаешь? Ни в коем случае не подписывай. Тахир. Что это Мегера заставляет тебя подписывать? А ну-ка дай сюда. Госпожа, одну минуту. Не вмешивайся. Сынок, скажи, что им нужно от тебя. В обмен на развод они требуют дом Тахира, мама Фадма. Что? Иначе... Вы же видели его фото с Сибель? Они покажут их на суде. Они еще и угрожают. А наш наивный Тахир подписал. Мастер, прости, но ты на самом деле такой. Вот безмозглый Тахир. Чтоб тебе вышел боком труд, что я вложила в тебя. Мало того, что ты себя опозорил, так ты еще и отдаешь жене дом. Вы пожалеете о том, что сделали госпожа? Убирайся отсюда. Или я за себя не отвечаю. Прочь с глаз моих. Дом она захотела. Эта проститутка получит его только через мой труп. Грязные мошенники. Убирайся, мошенница. Сами напросились. Она еще огрызается. Я тебе сейчас напрошусь. Али, немедленно вези меня в город. Живо. Хорошо, мама Фадма. Сейчас. Мама Фадма, постой, куда ты собралась? Замолчи, Тахир. Не мешай мне, или я клянусь, я тебя первым в клочья разорву. Али, не смей. Мальяман. Господин Джимшит здесь? Где-то здесь. Ты проходи, садись. Сейчас он придет. Есть новости? Сначала лишил дочку дома, а теперь спрашивает, есть ли новости. А что оставалось делать? Нужно было закрыть глаза на ее пребывание здесь, в таком положении. Я сам слышал, она сказала, я развожусь. А потом, без стеснения с этим Ильясом, сказать стыдно. Добрый день. Здравствуй, сынок. Я очень подавлен. Не усидел дома. Решил поболтать с вами, а заодно и новости узнать. Их нет. Нет. Где же она живет с ребенком? Как питается? Ей, наверное, тяжело. Я лишусь рассудка. Господин Джимшит, что нам делать? Как нам быть? Дай совет. День слушания назначили. Мы разводимся через две недели. Ты имеешь в виду, что это теперь не твои проблемы, да? Нет, господин Бахатин. Я имею в виду, что, может быть, тогда она объявится. Может, тогда вы увидитесь с дочкой. К тому же, думаю, ваша дочь ни с кем не хочет общаться, пока не наладит жизнь. Вот что я имею в виду. К тому же, женаты мы, в разводе ли мы. Может быть, никогда больше не увидимся, она навсегда останется моей семьей. Господин Бахатин, что ты такое говоришь? Господин Джимшит завещает свое имение Мимо. И сделает его наследником. Да? Почему так вышло? Почему у моих детей вся жизнь наперекосяк? За что мне такие мучения на старости лет? И ты еще спрашиваешь, почему? Ты хоть раз выслушал, вникнул в их проблемы. Только и умеешь, что наезжать. Хорошо. Хорошо. Ты свидетель. Даю тебе слово. Клянусь тебе. Пусть Аллах вернет мне ее. И тогда я прекращу давить на нее. Конечно, я буду ее оберегать, но... Контролировать перестану. Ладно. Сварю тебе кофе. Хелин, ты ходишь? Да. Я теперь могу передвигаться по дому без коляски. Доктор сказал больше ходить. Тогда давай выйдем на улицу. Устроим с тобой небольшую прогулку. Хочешь? Я не хочу причинять тебе неудобства. Какие неудобства? К тому же мне это тоже полезно. Я в последнее время не в настроении. Суна сказала. Я тревожилась и спросила. Она сказала, пропала госпожа Асия с ребенком. Поэтому ты очень расстроен и не можешь прийти. И еще... Ты мне больше не муж. Мы в разводе. Я знаю. В разводе, в разводе. Но это ничего не меняет. Мы с тобой все равно будем хорошими друзьями. Так ведь? Я буду рада. Ко мне редко приходят. Мне очень грустно одной. Мне даже не с кем поговорить. Тогда пошли прогуляемся. Поболтаем. Давай помогу. Здесь ее дом. Ты уверен? Да, мама Фатма. Хорошо. Жди меня здесь. Я тебя не оставлю, мама Фатма. Ты сейчас сердитая. Али, я еще больше рассержусь. Али, я еще больше рассержусь. Что такое? Ждала кого-то другого? Что ты тут делаешь? Я слышала, что ты попросила у Тахира дом. Я принесла тебе купчую. Ты что? Иди-ка сюда. Что ты делаешь? Иди сюда. Что ты делаешь? На помощь. Меня убивают. А ну, иди сюда. Я тебя сейчас. Надо вызвать полицию. Звоните в полицию скорее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА